Своё место на постаменте Ил-2 занимает 40 лет, и лишь однажды его увозили отсюда на реставрацию самолёта уже больше 70 лет. История этой боевой машины, летающего танка, как его называли, это целая легенда. В 43-м году он отправился с Куйбышевского авиазавода воевать в Заполярье. В одном из боёв был подбит. Нашли его почти 30 лет спустя отряда красных следопытов. И благодаря серийному номеру, который сохранился, он вновь вернулся в стены родного завода, где его полностью установили. Теперь Ил-2 снова ждёт реставрация. После того, как штурмовик снимут с постамента, его подготовят транспортировки на новое место. Частично он будет разобран, это будут сняты крылья, и завтра мы планируем его транспортировать на хранение на площадку авиакора завода. Демонтаж Ил-2 – очередной этап реконструкции Московского шоссе. Он означает начало строительства тоннеля под кольцом. В течение двух недель на площадке полностью уберут асфальт, появится котлован. На время работ на кольце планируют закрыть одну полосу движения. Отремонтированное шоссе соединит центр Самары с новым стадионом «Космос-арена», на котором пройдут игры чемпионата мира. Общая стоимость реконструкции составит больше 8 миллиардов рублей. Финансирование за счёт федеральных и областных средств по программе подготовки к ЧМ-2018. Работы будут идти круглый год и завершаться к 1 декабря 2017 года. Тогда же на своё прежнее место вернётся Ил-2. Валерия Макарова, Константин Головин. События.